Уважаемые коллеги, фракция Всероссийской партии «Единая Россия» вносит на ваше рассмотрение проект заявления о планах и действиях Республики Молдова и Украины, ведущих к срыву регулирования Приднестровского конфликта и мерах поддержки граждан Российской Федерации и российских соотечественников Приднестровья. Уверен, вы знаете, что в ходе выборов 2016 года за многих из нас по спискам или в округах голосовали граждане России, проживающие в Приднестровье, в Приднестровской Молдавской Республике. Одного этого было бы достаточно, наверное, для того, чтобы мы с вниманием отнеслись к происходящему на берегах Днестра. Но, как известно, в самом деле вы должны знать историю Приднестровского конфликта, который в чистом виде был связан с попыткой в обстановке истерии чемодан в вокзал «Россия» попытаться навязать свою волю, заставить жителей Приднестровья отказаться от своего языка и национальности. И мужественной попыткой жителей Приднестровья, трудовых коллективов Приднестровья, взявшихся за оружие, для того, чтобы не дать унизить свое человеческое достоинство. Россия прервала течение конфликта в свое время. И вот уже 30 лет на берегах Днестра не льется кровь, потому что там стоят наши солдаты, как бы мало их там не было. Но, к большому сожалению, политический кризис в Республике Молдова, который не завершился в ходе президентских выборов в прошлом году и стал поводом к неочередным парламентским выборам 11 июля этого года, он все более и более вовлекает в свой омут ситуацию на берегах Днестра. Поддерживающие президента Молдовы политические силы используют любые возможности для усиления блокады Приднестровья и переговорного процесса разрушения оправдавшего себя механизма миротворческой операции в регионе. Неблаговидную роль в обострении конфликта и удушении Приднестровья играют власти Украины. Особенную тревогу вызывает перспектива прекращения транспортного сообщения и снабжения населения Приднестровья, которые, несмотря на принятые международные обязательства, совместно идут Молдова и Украина. С 1 сентября 2021 года они намерены заблокировать пересечение границ в регионе для автомобилей с приднестровскими номерными знаками, что лишит возможности передвижения свыше 100 тысяч автовладельцев Приднестровья. Еще ранее, с 11 июля, то есть со дня выборов, Молдова по договоренности с Украиной планирует вести полномасштабный совместный таможенный и пограничный контроль на единственном с украинской стороны контрольно-пропускном пункте для Приднестровья Кучурган. Это угрожает резким ограничением внешнеэкономической деятельности Приднестровья, включая поставку лекарств и медицинских изделий, продуктов питания и прочего. Обращаю ваше внимание, что все это произойдет в тот момент, когда Государственная Дума будет фактически распущена для проведения новых выборов. И мы, безусловно, внося этот проект заявления, хотели бы предупредить о своей позиции, о точке зрения, которую Государственная Дума занимает по этому поводу. Острой для Приднестровья проблемой остается блокирование банковских корреспондентских счетов приднестровских предприятий в коммерческих банках Республики Молдова. Затруднения испытывают пенсионеры, граждане Российской Федерации, не имеющие возможности воспользоваться личными счетами и банковскими картами на территории Приднестровья. Мы считаем, и в проекте заявления это сказано, что обострение конфликта никак не отвечает ни заявленным целям мирного урегулирования, ни перспективам Республики Молдова как самостоятельного и независимого государства. Может быть, это соответствует целям президента с румынским паспортом, который продолжает называть молдавский язык румынским. Хотя мне, как историку, ясно, что Молдова гораздо старше Румынии, как автономное образование княжества и государства. Тем не менее, то, что мы должны были бы сказать, и мы скажем об этом, Российская Федерация как гарант урегулирования Приднестровского конфликта, мира и спокойствия на берегах Книстра, не даст поставить своих граждан и соотечественников на колени. Мы считаем неприемлемы любые действия, направленные на блокаду в Приднестровье. Считаем важным разблокировать переговорный процесс в формате 5 плюс 2, так как это до сих пор происходило. Призываем власти Республики Молдова к выполнению всех ранее достигнутых договоренностей и протоколов. Призываем власти Украины быть достойными статуса гаранта и посредника в переговорном процессе между Приднестровьем и Республикой Молдова, не прибегать к давлению, не оказывать содействие решению проблемных вопросов исключительно за столом переговоров. И, соответственно, Государственная Дума обращается в этом заявлении к правительству с просьбой активизировать практическую реализацию всех ранее подписанных межведомственных соглашений с Приднестровьем, оказать региону помощь в борьбе с пандемией коронавируса путем передачи в достаточном объеме антивирусной вакцины, медицинского оборудования, консультирования. Мы это уже сделали, если вы помните, в январе, поставив вопрос о том, чтобы помочь населению Приднестровья. Но этого, к сожалению, недостаточно. Мы обращаемся к правительству Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность определения специального режима доступа продукции, произведенной в Приднестровье, на российский рынок. Мы подчеркиваем необходимость гуманитарной поддержки граждан Российской Федерации и российских соотечественников, проживающих в Приднестровье. Речь идет о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, проживающих в Приднестровье, и обращение следует Пенсионный фонд России. Речь идет об использовании средств материнского капитала на территории Приднестровья, хотя бы в форме оплаты обучения в Терраспольском государственном университете. Речь идет о подключении к плодежной системе МИР. Есть и другие предложения, которые не вошли в этот текст, мы над ними работаем. Речь идет об упрощении получения гражданства населением Приднестровья, российского гражданства. Речь идет об открытии вновь воздушного сообщения с Террасполем, что является темой на переговорах. И все это, мне кажется, важно для того, чтобы все знали, как я уже сказал, что Российская Федерация и Государственная Дума в данном случае об этом заявляют, не даст унизить и поставить на колени наших соотечественников и граждан России в Приднестровье методом блокады и утешения этого анклава. Спасибо, Константин Федорович. Коллеги, будут ли вопросы к Константину?